Архитектурная бионика – стиль, основанный на подражании природным формам, составит основу будущего благоустройства набережной Балаклавской бухты. Концепция грядущих работ была представлена московской компанией ООН «Нэйкет» на Архитектурно-художественном совете в правительстве Севастополя. Предварительно архитекторы изучили историю и культурное наследие города. Решения, которые должны быть использованы, должны соответствовать этому контексту, должны быть современными, практичными, безопасными. Должны использоваться современные материалы строительные, легкие в эксплуатации, функциональные. С другой стороны, современный бионический стиль не должен противоречить тому архитектурному и историческому контексту, о котором я сразу упомянул. Чтобы не противоречить духу уютной рыбацкой деревни. Ключевая идея проекта заключается в том, чтобы показать взаимосвязь между природой и архитектурными формами. Авторы уделили внимание визуальной составляющей, текстурам, природным и современным материалам и озеленению. В частности, поступило предложение восстановить тенистую платановую аллею вдоль улицы Калича. Улицу Калича и восстановление исторического облика в современном прочтении тенистой платановой аллеи. Но для придания, опять же, динамики, для создания ритмического рисунка правильного, мы группы из платанов разделяем кипарисами. На наш взгляд, и кипарисы, и платаны являются важной частью, так прочно ассоциирующейся с городом Балахавой. Трехрядная структура этой аллеи очень удобна, функциональна. С одной стороны, у нас из стриженных розмаринов выполнена линия безопасности для велосипедистов. Они с комфортом здесь могут проезжать со стороны улицы Калича. С другой стороны, стриженные хвойники создают зону безопасности для технической части причала СМБ, потому что там крупное плавсредство, и, в общем-то, хотелось бы сделать эту 4,5-метровую линию более безопасной. Проект благоустройства предполагает и установку нового освещения, в частности, подсветку крон деревьев. На наш взгляд, зеленая подсветка листыных деревьев, когда они зимой сбрасывают листья, это интересное решение. Но, повторюсь, это можно настраивать по умолчанию. В городе, где живут люди, комфортно теплая белая подсветка 2700-3000 кельвин, согласно нашей практике. Более того, если оба оттенка использовать, пространство начинает интересным образом резонировать и расширяться. Во время обсуждения проекта глава Севастополя подчеркнул, что в скором времени на Таврической набережной демонтируют дом Пляса, многоэтажную гостиницу «Недострой». Подготовлен проект демонтажа. В ближайшие недели начнется ее демонтаж. Так как мы обязаны ее полностью демонтировать, как раз мы это хотим сделать в ходе работ по Таврической набережной, чтобы потом это достаточно и грязно, и технически сложно, поэтому она будет вывезена до начала благоустройства Таврической набережной этого этапа. А уже на ее месте будет что-то, конечно, более лаконичное. В правительстве также рассказали о планах по реконструкции разрушенных объектов культурного наследия Балаклавы, у которых остался хотя бы фундамент. Среди них – дача врача Питькова, Щербина и Апраксина, охотничий домик князя Юсупова и склад конечного завода «Шито». А концепцию, разработанную московской компанией, было решено взять за основу будущего благоустройства. Сама концепция удалась в том смысле, что найден какой-то баланс вот этой интеллигентности отношения к среде, мы не перегрузили точно ничем. Есть ряд просто очень таких удачных находок, на мой взгляд, как вот вся вот эта подчеркивающая естественная вот эти линии, волны и так далее. Много сегодня прозвучало конкретных таких и технических, и прочих пожеланий, которые все в протоколе будут отражены для дальнейшей проработки. Но вот как базу для создания благоустройства набережной в рамках проекта предлагается поддержать коллеги с учетом того, что детали мы будем обсуждать все на наблюдательных советах. Напомним, реконструкция Таврической набережной в Балаклаве выполнена на 30%. По оценкам подрядчика, она продлится до весны 2024-го. После работы начнутся на набережной Назукино и в корне Балаклавской бухты.